Поехали! Приветствую всех народ! Ну, перед тем, как поделиться радостью, наверное, опишу задний фон. Это река Енисей. На заднем фоне... Ну, еще на заднем фоне он гологоловник растет, на переднем тоже. Сороки летают. Вот. Аромат, в общем, тут неплохой. Значит, когда вы смотрите это видео, скорее всего, я нахожусь на сплаве. На маршруте 350 километров. И где-то там через тайгу, скорее всего, я плыву. Вот. И, значит, извиняюсь, если я лайкать ваши комментарии не буду какое-то время. Но, тем не менее, видос этот, думаю, выйдет в воскресенье. Ну, что, друзья, не без вашей драгоценной помощи наконец-таки приехал ко мне коптер. Квадрокоптер это DJI Mavic Air 2 S. Да, именно S. Значит, изначально собирали на простой Air 2. Но пока мы все дружно копили бабки, вышла новая модель, ну, которая реально лучше. Она реально лучше. Я решил, в общем, ее купить. В этот сплав, в котором я сейчас, возможно, нахожусь, квадрокоптер я не взял. Потому что я, во-первых, им еще, ну, толком летать не умею. Я на Air 2 обычном, ну, пару раз управлял, вроде все нормально, но все равно, я думаю, какая-то сноровка, опыт все равно нужен. И плюс, вот он только на днях пришел, и я только вчера отправил заявление на регистрацию в Росавиации. Ну, поэтому 10 дней примерно там сказали ждать. Поэтому ждем. И, в общем, пока не не использую. Плюс, говорю, там маршрут второй категории, в принципе, не сложная река, но есть перекаты, небольшие порожки. и, ну, побоялся я его брать. Я и зеркалку свою не беру. И коптер не буду брать. Вот. Значит, сниматься будет сплав на экшн-камеру. Руслан мне дал попользоваться на Соньку. И, скорее всего, весь сплав будет на нее записываться. Дрон. Еще даже пропеллеры я не подсоединил. Все в комплекте, друзья, все есть, все работает, провода все, коптер оригинальный. О! Вот такая теперь красота. Ну, без пропеллеров пока. Пропеллеры, пропеллеры тут в коробке. Ну, не буду их доставать, как бы. Думаю, и так все все видели уже. Значит, почему AR2S и как удалось его купить, хотя собрали там всего 87 с чем-то тысяч рублей. Это кто следил за финансовыми отчетами, которые я иногда оставлял под видосами. Ну, практически, практически под каждым видосом финансовый такой отчет, где я писал, какая сумма собрана на момент написания этого комментария. Собрали там порядка 85 5-ти или 6-ти что ли тысяч. Я уже, если честно, не помню. Вот. Почему этот заказал? Была горячая скидка, ничего, не за рекламу, не за обзор. Заказывал я напрямую из Китая. То есть, не через российский магазин, а напрямую из Китая. Магазин тот был на площадке у Алиэкспресс, и была горячая скидка, и стоимость его была AR2S такая же, как у обычного AR2 почти, ну, чуть подороже. Я думаю, ну, пипец, ну, надо брать. Сейчас он, разумеется, уже дороже намного стоит. Успел выхватить его буквально там 6 дней было скидкой. Все, шел полтора месяца из-за этого, потому что из Китая. ну, все дошло, все работает, как бы, все нормально. Будем испытывать. И, я надеюсь, в следующий сплав, который будет в сентябре. Я надеюсь, поедет вся дружная компания наша. И там уже, вот там уже будем его запускать. Видос будет по красоте там сниматься. Ну, если не все товарищи мои поедут, я все равно с собой коптер возьму, все равно буду снимать его спалки. А вы пишите в комментариях обязательно, кто помнит старичка, Евгения, Константина Андреевича. Пишите, пишите, кого вы хотите на сплаве видеть. Они читают под каждым видео все комментарии. и вот если их мы вдохновим, то они тоже пойдут. А я, если честно, друзья, вот там осталась сумма некоторая и еще несколько человек перечислили деньги. сейчас там около чуть больше 5000 по-моему у меня что ли. Это надо смотреть, я точно не помню. Вот. И решил оставить. Она копится, решил, что на нее буду брать экшн-камеру. Как раз пока она копится, может быть, у Соньки какая-нибудь обновка выйдет. Интересно. а то она Сонька все хорошее, но уже старая. Уже старая и поэтому ждем. Ну, если не выпустят, придется GoPro брать. GoPro не очень хочу, хотя снимают тоже неплохо, но свои минусы. поэтому если кто-то хочет еще канал поддерживать, реквизиты во вкладке о канале. Описание моего канала на главной странице и там реквизит есть. Под видео оставлять не буду пока. Никаких реквизитов. Вот, значит, что еще хотел сказать? Что еще хотел сказать про негативный комментарий. Друзья, про один по крайней мере. Вот, вставляю я этот комментарий. Чел пишет, не знаю почему, меня вообще всегда поражало, почему пишет человек какой-то про финансы, который ни копейки не внес и не то, чтобы свои заработки считать не умеет. Зачем туда в кошелек в чужое лезть? Вот, не понимаю. Не зарабатывать, не считать свое не умеет, в кошелек лезет. Вот, в смысле сбился, блин. И о камере просто до сих пор, друзья, не привык. Я для широкой публики вообще не планировал снимать. Я думал, для друзей своих, для Красноярска, там, Столбы, Заповедник, там, начали по всему миру смотреть, требовать съемок свысока, вот это. А камеры, видите, до сих пор не привык. За кадром, мысли, все, сформированы, все четко, думал, сейчас начну поливать. Камера только включается, все, да, речи теряется. Такая вот фигня. Поэтому, как умею, без всяких бумажек и так далее. Вот. Ну, трактористов еще не хватало. этот чел уверял, что у меня в каком-то видео я говорил, цена была одна, потом стала другая, естественно, меньше. Ну, грубо говоря, я все там при кармане. Блин, я ни копейки в жизни никогда не взял, тем более с донатов. Это не мои бабки, это ваши бабки. Я не могу себе позволить взять. Кто-то нормально к этому относится. Я нормально к этому отношусь, когда кто-то, ну, донат принимает, тратит там на свои нужны. Нормально к этому отношусь. Ну, я так лично не могу, понимаете. Мне присылают бабки. Все, это деньги подписчиков. Прислали на квадрокоптер, лежат на квадрокоптер до самого конца, пускай хоть до самой старости не лежат. Накопил, вот удалось, видите, меньше чем за год приобрели, в общем. Поэтому вот так. Кого-то я, кого-то, обманул, честное слово. Я этого чела предупредил три раза под разными комментариями. Я предупредил три раза. Во-первых, если будет вводить вас, зрители моих, в заблуждение и писать оскорбление, я его заблокирую. Я ему попросил, предоставь факты какие-нибудь, скрин, минуту видео, на которой я говорил, что сумма такая, потом стала такая. Он три раза ничего не предоставил, и мне пришлось все заблокировать. В черный список его туда закинуть, к его братьям по разуму. Вот такие вот дела. Ну, это, я внимания не обращаю, то мне многие пишут, не обращая внимания, там. Да я не обращаю внимания никогда. Просто нужно было из моих уст наконец-то озвучит. У меня в один глаз прочиталось, и откуда-то там сзади с другого места вылетело. Вообще, ноль эмоций, как говорится. Хорошим комментариям всегда рад. Многие еще пишут, что я там неугодные комментарии удаляю. Нормально, о чем я, их оставлять и удалять хорошие, что ли? Такие молодцы. Только, конечно, я оскорбительный комментарий буду удалять. У меня же не помойка тут. Сравнивают меня опять там с кем-то, что кто-то наоборот просит, чтобы все, что угодно писали. Я аж не терпила, в конце концов. Написали какую-нибудь хрень, я ее отсеял сразу в мусорное ведро. Нафига мне это? Дети, женщины, там у меня семьи видео смотрят, читают комментарии, ну что, и всякую хрень читать. В лес, в лес всех. Поэтому вот так. Ну, вот такой. каптерочек. Класс. Кстати, еще неизвестно, где лучше, напрямую заказывать или из наших российских магазинов. Хрен его знает. В общем, решил купить там, где он выпускается. вот так. Пока. Ну, обзора, как вы понимаете, никакого точно не будет. Только, если в инстаграме я у себя, друзья, пост какой-нибудь сделал с фотками, как отлетал, как поснимал и так далее. Поэтому, можете в инстаграме меня найти, лесник24. Или в поиске просто, Игорь лесник, набрать. и пост, может быть, там уже есть. А может быть и нет. Пока вот такие планчики. Вот. Вот этим хотел поделиться, друзья. Всем, кто участвовал. Кстати, забыл сказать, вот чел писал, который перечислял деньги, говорит, Игорь, не обращай внимания, мы, ну, наверное, за себя только вам говорю, мы никогда не будем лезть в карман. Скидываем, вот лично он скинул бабки на развитие твоего канала. Куда ты их потратишь? Там, коптер, не коптер, прожрешь в кабаке их где-то. Мне абсолютно не важно. Главное, чтобы, ну, контент выпускался и я с детьми мог смотреть хорошие, добрые видосы. Вот. А, это, те, которые пишут эту хрень, они в жизни никогда не участвуют, ни в каких-то там пожертвованиях и так далее. Они только, вон, ну, политические эти, не буду я говорить, это, подпишутся, полканала, отпишутся. Всякие, агитаторы, агитаторы политические, только по клавиатуре могут работать. Ладно, друзья, большое спасибо всем за участие в сборе средств, кто принимал участие. Отдельно, огромное спасибо. Буду квадрокоптер использовать, дарить вам отличные кадры, надеюсь, будут с высоты птичьего полета. От души, от души, ребята. Прямо, вообще. Ладно, все, до свидания, друзья. Поехал я готовиться, поехал готовиться к сплаву, а то уже завтра отплывать. Видео будет в воскресенье, отплыл, я, получается, вчера, скорее всего, в субботу был. А это видео вообще в пятницу снимается. Короче, как-то так. Ладно, все, всем до свидания. А это будет типа по скриптам для тех, кто думает, что я тут богатею за вас счет. Вот мой штатив основной, на который я снимаю. Ну, вот видите, все. Вот так я уже какой-то год, наверное, уже как все, и штатив себе купить не могу. А вы думаете, я тут жирую прям вообще, блин, икрой черной давлюсь, да? Вот такой штатив у меня, блин. И хрен знает, когда я теперь куплю новый себе. Вот так.